а есть другой тип людей как я мне нравится и я ищу все объяснения себе того что может нравиться еще что-то как я изменял семью там не нравится там что-то говорил мне нравится зато вот это мне нравится зато вот это не такая квартира зато в ней тепло зато не одиноко зато я могу здесь переночевать а мне нравится что я могу переночевать а мне нравится что у меня из крыши по мне нравится мне нравится понимаете вот таким образом мы можем себя изменить и тут самое главное правило вы его должны знать уважаемые друзья если вы меня смотрите запомните этот гениальный авторский совет этот гениальный авторский совет звучит так бог анализирует жизнь человека ежесекундно только основываясь и базируясь на том нравится человеку жить или не нравится и вот возьмем одного человека который живет допустим в королевстве этот человек встает и начинают говорить мне не нравится пыль мне не нравятся люди мне не нравится то чавкает а я такая то а вы не не такие мне это не нравится мне не нравится президент мне не нравятся люди мне не нравится они говорят мне нравится как поют ветки не нравится и так далее вот этот человек несмотря ни на что находясь в очень хороших условиях будучи вот таким букой этот человек пропадет почему он заболеет и второй человек мне нравится это мне нравится это мне нравится этом а может ли нравится что-то плохое да да может нравится может нравится что-то плохое что людям всем остальным приносит зло какое-нибудь именно это и объясняет что многие подлецы которым просто нравятся быть подлецами негодяями эти люди доживают до преклонного возраста и умирают в общем-то счастливыми и богатыми но дело в том что эта особенность такая где же справедливость справедливость перерождение справедливость когда человек попадет и предстанет перед божьим судом вот кто в это верит и так далее то есть справедливость поверьте есть справедливость поверьте есть она просто может быть не показано на примере жизни одного человека но я говорю что мы можем уже прямо сегодня уже использовать данный механизм человек который болеет которому плохо у которого все очень плохо это человек должен сосредоточиться и находить для себя возможности находить для себя тенденции которые помогут ему справиться с тем что ему нравится нравится я себе нравлюсь кому не нравится того нет вкуса меньше говорить я и тыкать всем как это должно быть не быть тем человеком который прямо за идею свою или за свою прямо ну основное желание твое какое мое основное желание доказать всем что жизнь плохая она мне не нравится и я желаю чтобы это всем не нравилось я это докажу и после этого вот такой человек мужчина или женщина начинает всем доказывать вокруг что жизнь это полная ерунда и что вокруг всем должно не нравится что всем вокруг должно быть плохо и он это сейчас всем докажет зачем проснулся ребенок он покушал ему все равно в какие его штанишки одели ему все равно даже что он покушал если честно поверьте мне ему так нравится если мама с папой друг за дружкой там и обнялись и поцеловались это все на глазах потом папа посадил на шею и отнес в садик потом ему нравилось он игрался там с детьми потом пришел домой ему нравится там что родители и вторая история утром стал в лакшери каких-то одеждах няньки и так далее вышел тут мама с отцом мору друг на друга мат через мат и так далее на него никто не обращает внимание кричат знаете после этого посадили его в какую-то машину чужой дядя отвез его в садик после этого он целый день расстроенный потому что перед глазами у этого ребенка мама с папой которые непонятно почему на него не обращает внимание орут друг на друга как бешеные с вытарочными глазами где у кого лучше жизнь скажите как это карма сложится для человека посмотрите это же а очевидно почему обычный человек живущий обычно жизни не может этого всего увидеть ведь это ж так логично и это ж так понятно это ж так логично и так понятно одних людей которые мне нравится и которые доказывают всем что нельзя жить чтобы нравилось я вообще сейчас новости смотрю которые похожи на какие-то сплетни ужасов смотрю фильмы которые похожи на какие-то сплетни ужасов смотрю вот на это все вот и иногда у меня возникает такое ощущение что люди которым очень не нравится эта жизнь которым очень не нравится те люди которые вокруг них находятся они пытаются всему миру доказать что ни у кого нет шанса жить так чтобы нравилось в жизни нельзя тебе нравится весь мир ерунда нельзя нравится как же тебе нравится когда всем не нравится и газ дорогой и украинцы тупые там и русские там войну ведут и политики там негодяи и так далее и там везде несправедливость везде это но так об этом и так все знают зачем об этом говорить то есть зачем они это говорят нам как сказал свое время успенский у каждого слова есть свое значение зачем это знаете как ребенку допустим сказать у ты живешь не с своей мамой с папой они у тебя усыновили скажите зачем эти слова сказано ребенку так чтобы мама и папа не знал чтобы что было у ребенка чтобы ему что жизнь не нравилась чтобы он считал что жизнь это плохо и у него начинает появляться то что ему не нравится а тете что от этого потому что ей уже жизнь не нравится таким образом таким образом мир людей которым все не нравится и которые готовы сделать все чтобы вокруг всем не нравилось они ставят для себя знамена тех людей которые готовы с пеной у рта со слюнями волосах идти доказывать всему миру какой мир плохой какой он гадкий как должно всем не нравится прямо доказать прямо доказать забрать шанс забрать возможности забрать у людей прямо последнюю надежду увидеть хоть что-то прекрасное вдали тебе жизнь живи сначала будет нравится мало потом будут нравиться средняя потом будут давать больше а потом будет совсем все прекрасно а люди живут мне нравится но только если будет как я хочу мне нравится ну может мне понравится если ну а как же жизнь как же карма пусть нравится хоть то что сейчас есть что может нравиться человек обычно люди говорят на тебе кислое яблочко человек нет мне бы могло кислое яблочко понравится но я хочу себе пир на весь мир я хочу столы большие ему говорят ну как же тебе дать пир на весь мир если тебе даешь яблочко тебе не нравится потом персик тебе не нравится потом колбаску не нравится потом конфетку не нравится потом тарелочку супчиком не нравится потом 1 2 3 не нравится и пир на весь мир тебе не понравится зачем это тебе ведь весь мир пир на весь мир вам сложнее делать чем вот так делать по чуть-чуть конечно давай по чуть-чуть пусть нравится сначала яблочко понравилось потом персик понравился потом супчик понравился потом понравился 1 2 3 а потом им нравится будет пир на весь мир вот и вся в общем то тенденция почему бог есть свет и бог есть радость попадая в рай человек будет иметь чувство самые радостные а радовать радостно чувствует когда нравятся никто не может это опровергнуть но если путь к богу или знание того что нужно прийти к богу она основывается на том что мы придем там где нам будет нравиться но так может уже пора начать прямо сегодня с этого дня уже с малого пусть нравится мало и нравится чашка воды нравится там что-то люди говорят андрей андреевич там у вас пиджаки разные или еще что-то но не стоит забывать мне нравились порванные кеды в которых я ходил и мне нравились туфли когда я туда подкладывал что-то зато они у меня были и мне нравилось там еда которую я ел а потом нравилась там женщина с которой жил и вот это эволюция человека которому нравилось почему люди